Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский 1 июня Я опять в Харбине. На вокзале весь дворянский отряд с Михаилом Александровичем Стаховичем во главе. К ним приехали первые гости, первые раненые, всего 90 человек. На лицах отряд оживление, радость. Слава Богу, говорит Николай Степанович, дождались дела. А что делали до сих пор? До сих пор с пяти часов утра распаковывались, разбирались. Несколько домов устроили, не кончили еще. Но сегодня начинается настоящая уже работа. Николай Степанович, совсем еще юноша, с красным околышем на шапке, с красным крестом на руке. На нем рубаха в штаны, пояс, он сильный, загорелый. Николай Степанович, говорю я. Это наша уже третья встреча. 1 апреля, когда я ездил по делам из Петербурга в Москву, в том же поезде ехал в Москву к своему отряду Николай Степанович. Мы ехали с ним тогда в одном купе. Его провожали родные, мать. В последнее мгновение, когда поезд уже тронулся, все сознание далекого похода, вся горечь разлуки охватили его. Он быстро вошел в купе, растерянно оглянул свои вещи и опять бросился к окну. Но уже только электрические фонари мелькали до края пустой платформы. Он возвратился в купе, устало сел, опять вскочил, достал пакет, вынул из него яблоко и стал его есть озабоченно, торопливо. Потом предложил мне. Мы быстро разговорились, и он стал разворачивать свой чемодан и показывать мне и туфли, и шапки, и фляжки, обтянутые сукном, чтобы, поливая сукну, сохранить содержимое в холоде. Показывал куртку, непромокаемое пальто, оружие, постель. Наша вторая встреча была на станции Маньчжурия, где я догнал их поезд. Теперь лицо его красное от загара, тот же юношеский пыл, но больше удовлетворения. Несут раненого два щупых санитара. Эх, не донесут, бедняжки, говорит Николай Степанович, надо помочь. Сильный, здоровый, он впрягается вперед, а двое санитаров по очереди несут сзади. Так ему надо будет пройти версты полторы. Жарко. Я кричу ему. Идите тише, задохнетесь. Ничего. Мы условливаемся с Михаилом Александровичем увидеться у него в четыре часа. А пока, теперь одиннадцать, я с одним аборигеном Харбина еду в город. Первое июня. Продолжение. Город Харбин – очень интересное, очень характерное явление для выяснения, что такое мы, русские, представляем собой как колонизаторы. Пять лет тому назад Харбин состоял из нескольких китайских деревушек с населением около тысячи человек. Теперь в Харбине насчитывается уже до ста тысяч, 30 тысяч русских и 70 тысяч китайцев. В Харбине ежедневно обрабатывают 30 тысяч пудов пшеницы. Первое предприятие в этом роде более чем в 10 раз увеличило затраченный на него капитал, и это еще далеко не конец. Все предприятия Харбина дают сказочный доход – пивоваренное дело, спиртное. В Харбине два балагана театра, два цирка, несколько таких же балаганов-кафешантанов, китайский театр. И все эти балаганы на затраченный капитал дают чуть не тысячи процентов. Харбин – русская Эльдорадо, русский Чикаго, русская Америка. Теперь это центр всей Северной Маньчжурии, житница всего Востока, город, лежащий на судоходной громадной реке Сунгарии. И эту реку сделали судоходной, и этот город создали наши русские инженеры. Американский рост города обусловился только чисто американским к нему отношением. Инженер Югович, главный строитель и полный хозяин уклада жизни, недаром провел свое время в Англии. Он организовал дело, как организовано оно в английских колониях. Известно, что только англичане из всех европейцев в своих колониальных делах успели выбраться из тех рамок опеки, чиновничества и формализма, который парализует и до сих пор все колонизаторское дело Франции, Испании и даже Голландии. Только англичане и американцы в своих колониях, не спрашивая о паспортах и о прошлом, ставят людей прямо лицом к делу. И если от человека впечатление деловитое, то к его услугам все, не исключая и кредита. Опека, ограждение чьих-то, может быть, и ложно понимаемых интересов отсутствует вплоть до спаивания опиумом китайцев. Кстати, в Маньчжурии англичан нет, но опий курят все. Без такой системы американцы до сих пор были бы такими же гостями у индейцев, какими мы чувствуем себя у теккинцев, например. Русский чиновник там, опекая жизнь, позволит вам купить у туземца сад, но не позволит купить воду, без которой сад невозможен. Другой вопрос, что симпатичнее? Я только объясняю причину успешности английских и американских колоний, выгодность этих колоний для владельцев и удивительный рост жизни в этих колониях, в противоположность убыточности и застою в колониях других наций, объясняя этот убыток и застой хотя бы и в пользу добрых чувств этих наций. У англичан два девиза «Не мешать» и «Свобода борьбы». Желаешь мельницу строить? Строй. Винокуренный завод? Тоже строй. Кафе «Шантан»? Строй. Что-то торгуешь у китайца? Покупай. Русский ты, еврей, поляк. Твое дело. Твой паспорт, твой вчерашний день здесь, где мы все в гостях, где родина беспаспортных, да меня не касается. Убьешь, уворуешь, судить не буду, но отправлю на родину для суда. Только двух и пришлось отправить. Нужны деньги? Помогу, чем возможно. Никаких рангов и чинов. Никакой регламентации жизни. Харбин, в смысле устройства, конечно, оставляет желать еще многого. В то время как инженер Югович взял под свое покровительство Харбин, излюбленным детищем председателя дороги, инженера Кербедза, был Дальний. Дальний стоил спортом 34 миллиона, а Харбин – 8. И из этих 8-2 уже возвратились продажей участков. Нет никакого сомнения, что при том же отношении к делу возвратятся и остальные 6 миллионов той же распродажи земли, стоимость которой с 3 рублей уже возросла до 40 рублей за квадратную сажень. При такой разнице в затратах на Дальний и Харбин нет ничего и удивительного, что в Харбине нет набережной, нет мостовых, водопровода, электричества, зоологического сада и прочего. В Харбине поэтому пыль, грязь, а в период двухмесячных дождей люди вязнут выше колен. В Харбине вода отвратительная, из колодцев. Харбин – рассадник холеры и всяких повальных болезней. Но в тех трех миллионах, которые нужны для приведения города в благообразный вид, отказано приемочной комиссией. Отказано даже в том, что уже начато. Так это было с мостом, соединяющим два города, который неизбежно необходим, с достройкой на вокзале, где она тоже неизбежно необходима, так как половине пассажиров приходится стоять за теснотой и неимением места, с мебелью до уже выстроенных домов. И как будто опыт того и другого метода колонизации выросли эти два города – Харбин и Дальний. Дома Харбина, по выражению строителя, – ящики с крышей. И эти ящики битком набиты людьми. Дома Дальнего должны были быть такими красивыми, чтобы люди нашли возможным жить в них даже по неволе. Дальний красив, но пуст. В Дальнем должен быть театр, труппа. В пустом театре играет труппа, и антрепренер приносит колоссальный счет администрации. А в Харбине семь громадных балаганов битком набиты ежедневно, и во время постройки никому в голову не приходило мешать публике ходить в балаганы. «Черт с вами!» – говорит Югович. «Вы живите, как хотите. Я вам, вы мне мешать не будем». А в Дальнем – обязательное посещение всего выстроенного. Для этой цели устраиваются собрания и все остальное в том же роде. В Харбине стригут в балагане, но стригущиеся стоя ждут очереди. В Дальнем – вывеска «Парикмахер», который стрижет раз в неделю по пятницам от двух до четырех часов. Дальний должен сделаться средоточием торговли. Харбин сделался этим центром. Словом, лучшей иллюстрации, регламентации жизни и полной экономической свободы и придумать нарочно нельзя. Притом, одно и то же учреждение создало и английскую, и испанскую колонии. Поистине разнообразно, разносторонне, широка русская натура. Само по себе разумеется, что главная причина неуспеха Дальнего в том, что место расположения его вообще неудачно выбрано. И что строители города предполагали взять жизнь, как говорится, за рога и привести ее в этот Дальний. Все это так. И все это очень дополняет характеристику испанских колоний. А регламентация жизни сделала остальное. И домики должны быть настолько красивыми, чтобы в них невольно хотелось бы жить. А хочется жить вольно. И испанский монах Аскет, делающий попытку запретить посещение театров. И благодетель-чиновник, регламентирующий жизнь. И усердный искатель неблагонамеренных. Все это характерные признаки испанских колоний. Усердные старушки костра Гуса. Вся забота которых в своем усердии быть плюреэлист келеруа мем. Все это гасители экономической жизни испанских колоний. Но ничего подобного нет в английских и американских. Харбин и Дальний – представители того и другого типа. И какой из них более по душе – пусть решает читатель. Первое июня. Продолжение. В четыре часа дня я согласно условию у Михаила Александровича Стаховича. Новое двухэтажное здание на углу среди строящихся, застроенных и еще не застроенных пустырей. На каждом шагу следы постройки, груды разбросанных материалов, запах дерева, краски, свежей извести. На улице перед домом – стол, на нем самовар, несколько сестер пьют чай. Чистая скатерть, блестящий самовар, домовитость – все признаки присутствия женщины, без которой все это скоро приобретет тот невкусный и грязный отпечаток, который так умеет предавать всему этому. Все эти очень симпатичные, очень милые, но большие почкуны и неряхи – денщики. Я поднимаюсь по деревянной лестнице во второй этаж и вхожу в большую комнату с обеденным столом, за которым сидит очень много народа. Это английский «Five o'clock» – час чайпитья, и пьют его вместе все представители соседних общин. Тут представители и Красного Креста, и Всероссийского дворянства, и земства, и городов. Все дворянства? Нет, – угрюма отвечает какой-то мрачный на вид господин и смотрит в упор напряженным взглядом своих больших красивых глаз. Он молчит некоторое время и нехотя продолжает. Здесь вы можете наблюдать довольно странное явление. Все так называемые «либералы» – все как один здесь на работе. А те, которые кричат о сочувствии, о святом деле Родины, об охране устоев, благоразумно дома сидят. Пожертвование деньгами, личным трудом – все это… Они сочувствуют Родине. И это сочувствие так ценно, что они еще не подобрали того сосуда, который достоин был бы. Фу! Да бросьте вы! Я и бросил! Не глотать же! Муха, да еще дохлая попала! Сегодня наше собрание неполное. Доктора на работе. Пора и нам. Хотите посмотреть? Мы переходим из дома в дом. Везде кипит работа и снаружи, и внутри. Радостные, возбужденные лица. Приветливые лица докторов, сестер. Белые стены, ряды железных кроватей под чистыми летними одеялами. В чистом белье лежат раненые. Удовлетворение, покой, радость от этой человеческой обстановки. Еще бы! Полтора месяца не мылись в бане. Теперь вымытые с перевязанными ранами. В светлой комнате, окруженной своим штатом, осматривает, перевязывает больных доктор-постников. Без всяких прерогатив власти, добровольно признанная всеми власть и сила. Эта сила, избыток силы, энергии, радости, жизни и дела чувствуется во всем, лучами распространяется на все окружающее. Светлее комната. Рельефнее это сильное, красивое, теперь обнаженное тело, насквозь в грудь пробитое пулей. Видите? Только черные точки с входной и выходной стороны. Через неделю хочет уже шагать в строй. Так? Так точно! Так что, товарищи, там... Ну, с Богом. Следующий. На чистой рубахе у многих раненых новенькие георгиевские кресты. А этот, говорит доктор, бедняжка не получил. Ему надо было пойти и записаться, а он не знал. Это ваша палата? Да, у каждого из нас по палате, и мы хозяева у себя. Ищешь глазами солдатика, который хотел бы поговорить. Многие читают, большинство загадочно смотрит. И как угадать, что у него там под черепом, когда так смотрят на вас эти глаза над темным, загорелым лице? Больно было? Нет, не больно. Щелкнуло. Упал, не помня ничего. Где раненые? В Афангу. Сайма-цы. Сюянь. Японцы хорошо дерутся. Ловко. Как из земли вырастают. Куда не повернись, десять на одного всегда. Победимых? Что не победить? Мало в России солдат. Вот привезут. Уравняемся. А штыка не принимают? Не принимают. Полят и полят. Солдат этот ранен на вылет в лицо, около глаз, насквозь. Четыре сквозных раны. Рана в лопатку сквозная, с выходом у бедра. Как стрелял, наклонившись, так и пронзила его пуля. А это отделение уже не раненых. У этого ревматизм, у того легкие, лихорадка. Ну, этих и спрашивать не о чем. Но так внимательно смотрят на меня маленькие голубые глазки тщедушного солдатика, скрюченного ревматизмом. Обозный, из-под Вафангоу. До боя? Нет, уже после. Видел бой? Нет. За горой стояли. После видели. Восемнадцать лошадей отобрали. Вместо путника два одеяла. Одно, значит, спать ляжет, расселит, а другим укроется. Три перемены белья, консервы, две тарелочки свинченные, между ними рис варенный. Пальто длинное, теплое, им шутя воевать. Опять все грамотные, у всех карты, записные книжки. У наших офицеров и половины нет против ихнего солдата. Теперь вот только которые запаслись из того, что подобрали после них. Кричат нашим казакам. Многие у них по-русски говорят. Вы что, с оглоблями, как при Ермаке? У нас и палачи уже бросили. У нас, видите, какие пули? Ну, точно. Совестливая пуля. Которому непременно умереть бы. Живет. Только кому в лоб да в сердце. Ну, сразу, без мучения. Мы молча слушаем. Слушает вся палата. Солдатик, рассказывающий, вздыхает и берется опять за свою книжку. Какой-то морской рассказ Станюковича. А там вон заразный барак, говорит Николай Степанович. Есть кто-нибудь? Нет никого. Приносили одного китайца, что-то вроде солнечного удара. Два дня полежал, потребовал за это по рублю в день подемной платы и ушел. Все смеются. Я смотрю на все эти удовлетворенные лица, взявшихся за эту тяжелую, наблагородную работу. Николай Степанович, Гучков, Стахович, князь Долгорукий, граф Алсуфьев, Скадовский. Все эти милые лица докторов, сестер. 24 рубля в сутки стоила доставка раненого до железной дороги. На руках. Всех так? Ну, пешком, на двух колках. Это самое слабое наше место. Это только еще и напоминает турецкую компанию. А в остальном? Небо и земля. На 50 тысяч кроватей приготовлено здесь. А под Сестовом несколько тысяч раненых лежали на земле, в грязи, под трехдневным дождем. Я видел тогда сам, как приехал доктор. Походил, походил и расплакался. В турецкую компанию солдат приходил на ногах. Десятки тысяч заразных больных через месяц после войны. А здесь четыре месяца уже, и заразных нет. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество Маркс», 1916 год.